всем привет дорогие друзья спасибо что снова заглянули на мой канал на этот раз я предлагаю вам поохотиться со мной на утку с чучелами и манком значит да и у нас сегодня с вами такая будет немножко теоретическая часть значит немножко давайте сразу по порядку о месте я был на этом месте на открытие сезона в августе в прошлом году вот на утрянке я здесь открывался это такие это тоже торфяные карьеры заброшенные но они очень обширные здесь километров 10 протяженность не меньше далеко я заплывать не буду я знаю там есть одна коса она находится примерно в центре вот самого вот этого карьера сами карьеров там есть такие заводе куда в принципе можно выставить чучела будет и уже попробовать посидеть звонком а хоть а хочешь я с турецким ружьем армса на 612 пятизарядник патроны дробь четверка контейнерная скм фабричные патроны скм индустрии заводские выстрелы происходят не где-то вот рядом совсем до либо в лед вот как вы смотрели фильм с открытия там в небе вообще метров 100 она шла очень высоко летит очень опа вот надо же шлепнулась хорошо поэтому как раз самое то да когда близко там и семеркой вполне можно семь с половиной нормально здесь у нас немножко другие условия именно поэтому дробь 4 коллиматор хака бит 35 о нем я подробно рассказывал уже в одном из своих видео кому интересно посмотрите планка вивер коллиматор значит насчет чучал это краснодарский приобретал я их у такого известного охотника блогера тоже ярика андерсон я думаю что многие из вас о нем слышали такой мужик отличный да он сам краснодарец живет там на юге вот и у него достаточный опыт в охоте на в том числе и с чучелами привет youtube меня зовут ярик андерсон тема продаю чучела производства пеленкас город краснодар это видео обще информативная для понимания той продукции которая производит пеленкас вот в краснодаре производит есть фабрика который производит вот такие пластиковые чучела значит ребят стоимость этим чучал это копейки что-то вместе с пересылкой там я не помню у меня что-то вышло ну по себе стоимость то ли двести шестьдесят что ли рублей ну лишь 200 там очень 200 с копейками будет так говорить я вот точно не помню за штуку то есть по сути по сути как бы копейки при этом выглядят эти чучела ну так довольно вменяемо так скажем конечно окраска может быть не поярче хотелось бы но то что есть они рабочие абсолютно охотники они уже ни одна охота с ними прошла ну не у меня вот с этими чучелами я хочет а буду охотиться в первый раз заодно и испытаем хотя ветер и игру я боюсь что мы сегодня с вами не особо что-то на охоте неважно попробовать надо вот этот кель вот нижняя часть внутрь я отрезал арматуру это вот здесь двенашка арматура в качестве груза а туда я десяточку загнал отрезаю и забиваю молотком то есть болгаркой прям нарезал сколько там у вас будет я вот у меня 10 10 соответствует далее вот в этой части кель задней стороны тут не верю в этой части я проделал отверстие ну легко в пластике и завязал веревкой наконец мне очень понравилось он отливал специальные крюки они эти крюки вот для как бы оснастки они продаются они стоят что-то в районе 80 рублей я уже виду продажи эти крюки с ними конечно очень удобно потому что крюк он как бы за кель ты его зацепляешь и ничего нигде не болтается же вот это все это конечно колхоз да я понимаю но ребят но это такая будем так как нищебродская такая вот оснастка вот они держатся хорошо главное в принципе вот не забывайте вот здесь обязательно так вот еще машина приехала не забывайте здесь обязательно туда или отгружать иначе будет парусить она будет на бок заваливаться следующий момент это вот чучело это вот чучело утки кряков а вот это чучело селезнь она побольше соответственно он тоже выглядит довольно таки так в меняем и так скажем сейчас вот насчет селезней у меня сомнения у меня я считаю что они пока некоторые говорят перелиняли у меня ощущение что они еще не перелиняли я подумаю выставляйте колени теперь несколько слов как их выставлять сколько где и так далее обычно это заводим надо понимать какие то то есть места во первых если вы на водоем приезжайте часто вы в бинокль замечаете где утка осаживается примерно вот там вот ее любимое место выставляйте количество по количеству выставлять следует начиная вот смотрите давайте просто если короче в два раза больше стаи если летят 4 утки выставляйте 8 чучал но в полтора минимум в полтора раза так скажем если летит там 10 уток соответственно уже примерно около 20 там 18 16 от 16 до 20 то есть чем больше у вас чучал выставлено тем больше вероятностью стая пролетающая зайдет на них если будет меньше стоять стая вероятно всего не среагирует количество селезней и количество уток вот это мнение у всех расходится у нас классическая охота вот в россии вообще в средней полосе я не знаю наверное и на на севере одинаково пример выставляется в основном почему-то больше уток кряков чем селезней хотя на самом деле вот селезней в природе вообще больше чему-то как бы парадокс получается но это на самом деле так поэтому когда выставляете чучела старайтесь распределить примерно так чтобы было допустим ну вот как у нас принято 6 уток кряков и 2 селезни осенью вообще все равно можете выставлять там вот всех селезней да и или всех уток это без разницы сегодня охота такая будет у нас более классическая осенняя хотя вот погода рваная сейчас еще вообще непонятно да вот как она себя ведет но многие говорят что где-то уже в стае она начала сбиваться потихоньку то есть уже как бы такое желание до утки тенденция к стаяности появилась это говорит о том что потихоньку уходит кормовая база когда корма много они в основном по одиночке там парами и реже там уже какой-то небольшой группой летают стаи когда кормовая база начинает кончаться они сбиваются в стаю таким образом им легче находить питание сейчас у нас времени я уже тут наговорил 15 четвертого пора выдвигаться пока это плыву туда еще доплыть надо если там все не заросло конечно найти место куда встать куда выйти желан поставить все я вам уже буду показывать на воде ну слушайте друзья значит пока я тут проваландился со сборами еще пока вам тут рассказывал уже выпал на этот канальчик а ветер то стих прям так вот как-то значительно как он резко кстати начался так и стих я смотрю уже такие облака кучевые ничего в общем дождя никакого не предвещает вот такая погода изменчивая значит я смотрю здесь он зарос вот мне сейчас надо вот так вот потом направо это вот будет выход туда на эти карьеры как раз заодно подробнее вам расскажу о них потому что мы тут были на открытие когда еще год назад с утрянки не особо там было до рассказов всяких а теперь вот по светлому сейчас мы с вами ее подробнее посмотрим дачу то у меня такое ощущение что вода ушла я так то вообще заметил что ее меньше берег да вот этот вот это будет совсем не хорошо потому что да вот этот вот проходик такой и дальше мы выходим там будут такая сеть каналов и бассейнов наша задача с вами доплыть примерно до середины этой карты карта очень огромная она очень обширно километров наверное не менее 10 а то и больше она протяженностью тут есть всякие разные интересные участки места такие закрытые куда можно выставить чучела и в то же время вот на такую примерно твердую землю встать все камышом до здесь все это дело было затоплено свое время вот а так росли живые деревья ну вот от них уже практически ничего не осталось все перегнило и превратилась в наш с вами любимый коряжник да слушайте я прям веслами цепляю за дно вода ушла вода похоже ушла да вот от деревьев что остается подгнивают корни соответственно все дерево погибает а это все были вот я говорю это все живые деревья росли свое время ну когда торфом еще занимались потом все дамбу сделали затопили тут годах где-то ну дамбу тут поставят бросили это все в 90-х а дамбу поставили наверно позже где-то в начале двухтысячных вот и все это дело тут ух ты да слушайте похоже вообще карта изменилась я вот этого не помню а ну здесь здесь налево сейчас да здесь налево сейчас я сразу бинокль достану и попробуем да ветер ты вообще как стих прям тишина обалдеть а тут такой сильнейший сейчас ветер поменялся даже сейчас жарко стало так я бинокль подготовлю сейчас посмотрим там вот там такое озерцо и там живет у нас серая цапля жила по крайней мере раньше утка сейчас она здесь конечно на большой воде сидеть не будет вот традиционно пока плывем до той косы значит у меня охота с подхода будет ну попробовать поднять ее если поднимется и кстати сразу вот насчет охота с подхода на утку то есть точнее с подплыва на лодку один какой-то товарищ там у меня в комментариях написал под фильмом говорит вот мол дескать ты браконьеришь охота с лодки запрещена значит вот ребят я не стал там ничего отвечать ему потому что человек просто как бы не знаком немножечко с правилами точнее он даже написал так охота с транспортного средства запрещена типа лодка транспортная ну во первых лодка это плав средство но даже если отнести ее к транспортному средству хорошо да такой запрет есть безусловно но он распространяется лишь вот по правилам росохот рыболов союза этот запрет распространяется лишь на лодке с трансом то есть с возможностью установки двигателя даже если у вас двигателя нет на лодке но она трансовая то то вот вы на ней можете лишь только до ружье в чехле вы на ней можете только лишь доплыть до места охоты предполагаемого там разместиться и дальше уже расчехляться но это правило абсолютно не распространяется на охоту с грибных лодок вот таких как вот этот моя волжанка там этот уфимка и так далее то есть просто надо знать матчасть да это я говорю сейчас про охоту в летний осенний период потому что весной охота вообще насколько я понимаю вообще с любой лодки запрещено только из искусственного укрытия там с подсадной где-то можно с чучелом там вместо живой подсадной но не суть главное что так сейчас я гляну ребят да вот на тут да нет нет вода тут открытые не будет сидеть ну в общем плывем примерно к тем березам дальше будем смотреть так вот так что если вдруг у кого-то еще такие вопросы будет возникать то ребят ну изучайте матчасть вот я-то охотник до работе ребята не клюет сейчас на берегущего идет отец сына ну нет да поклевки но что-то подбивает да апли да да это она плещется я тоже сколько сижу она плещется но не берет ни на что это это мы так вот погода такая рваная в этом сезоне вообще не пойми что с природой сдвинулась все рановато еще октябрь вот там с первых чисел если уж так то лучше уж место я знаю здесь но это вам далеко туда плыть и боюсь что сейчас туда даже не добраться это надо вообще туда уходить по этому каналу потом волоком тащите выходить там такая вода есть не а там на мельчику вы не проедете все равно там через дамбу не проиграно там заболочено вот и там кувшинник такой вот рядом с этим кувшинником вдоль бросать а через это через село да 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 можно и туда да тоже вариант ну ладно да нет нет он ну вот я знаю мужики сюда с приезжает затемно и ночью рыбачат а тогда вот я смотрю вода сошла но здесь вообще как бы до щука есть я сам ловил ночь ночи они там мощно живца я не знаю честно я не спрашивал наверно ее же не видно эту приманку то ночью ну ладно да сейчас с рыбалкой вот кого не спрошу у всех и да не клюет рыба так давайте-ка сейчас с вами наметимся значит вот как я помню стоял я на открытие вот на той помог кассе да и заходил я туда муж точно не здесь а может быть да там там все там короче вода сошла там коряжник пошел там плохо в принципе вот тут закуток такой я заметил теоретически конечно можно и там выставляться пробовать но это я боюсь что это я боюсь что мы там с вами ничего не на охоте ну да я вот еще раз скажу у нас сегодня такая немножко тестовая охота то есть даже я выплыл не с целью там добыть утку да но хотя это тоже конечно входит в мои планы вот потому что сейчас скорее всего конечно она тут это особо летать не будет но не не суть вот я хочу проверить чучела на самом деле это первоочередная моя задача тестировать чучела как они себя ведут как моя вот это колхозная немножечко оснастка себя ведет ну я такой дедовский способ как бы все так делают ничего так ну вот еще тоже в принципе если вот здесь вот твердая земля можно попробовать чучела выкинуть куда-то вот сюда вот раскидать и по самому сюда встать это тоже вариант это тоже так а время у нас сколько там во время у нас без 10 4 то есть думать уже надо вот сейчас вот уже что-то надо решать так а мы сюда даже не доплыли на дать попробуем хочу посмотреть что там с тем местом случае до цепляет она цепляет она за коряги вот это вот конечно ребят хреново вот это все остовы тех самых деревьев которых я вам говорил пока там у нас ничего не сидит случайно когда все в к все в коряжнике все в коряжнике друзья там конечно это очень она и так-то карта была в принципе не особо простое а теперь она стала вообще труднодоступной так скажем ну поэтому-то канальчик это хорошо это я прохожу допустим а вот дальше 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 беда дальше беда а слушайте вот единственное еще вот сюда вот попробовать вылезти на этот бережок как-нибудь ну-ка давайте-ка я сейчас так наверное сделаю я попробую сейчас сюда вылезти посмотреть и вот на ту лужу да и вот здесь вот где-нибудь и угнездиться я думаю что то все дальше мы туда с вами ребят если вода сошла все здесь делать нечего коряжник это он свою лепку вносит рисковать я не хочу и кстати никому не советую это не стоит того абсолютно так можно найти попробуйте тут надо прощупать вот здесь вот так здесь вот так так вот я тут дальше выбираюсь тоже когда-то было дерево если мне в этот проходит сюда да тоже коряжник и дно вон вообще видно в общем в принципе вот эта коса такая маленькая она ничего сама по себе конечно но но это сюда сюда мне просто физически не подплыть не как если только ну куда сюда дальше пройду да здесь не твердо это вода да и тут коряжник если только как куда-то сюда как-то гибать аккуратненько здесь заходи и лодку тут прятать в общем теоретически конечно возможно да теоретически сюда пройти возможно ну что ж да и лодку в принципе сюда спрятать тоже можно ну что ж пока время есть ребят вот это мне точно тут не нужна немножко почистим место вот вроде такого больше явного коряжника нет это уже камыши камыши это все ерунда это все здесь протаскивается и потом я лодку прячу и в эти же камыши куда-нибудь тут и сажусь отлично так ветер сюда у нас ветер сюда да пошел мне в лицо ну да бог с ним да ребят все наверное я так и сделаю я сейчас выставлю вот сюда вот чечела потом отплыву вот так вот в обратку и здесь вот постараюсь зайти аккуратненько все план намечен план действий ну посидим немножко сейчас темнеет рано сидим нет так нет главное посмотреть как чучело себя вести будут все отчаливаю вот друзья сейчас мы эти чучело доплыл я потихоньку реализуем план план действий да потом я пройду вот здесь надеюсь что пройду так ветром меня оттягивает чучело немного поэтому лучше будет их немножечко раскидать то есть ставить не рядом вот сюда вот вот стало хорошо так один есть так теперь у нас кто там на участие они от селезен не хочет ну пусть будет уточка так одну сюда так одну куда-нибудь сюда главное чтобы не в камыши чудо на мне на бок звали на во все вот она водой наполнилась и встала в общем ребят смотрите как бы идея в том что слишком кучно их ставить не нужно лучше их вот так вот распределить тут по этой луже вот чтобы была такая видимость небольшой стаи ну вот так вот как все это делается потихоньку чтобы захватить вот этот как же периметр вот друзья чучела я высадил таки вот они все у нас 8 штук тут сидят немножко так распределил ну селезень чуть ближе к самкину наверное так и должно быть пусть так и будет тот одиночка вот вот так они все тут и сидят у нас так теперь приступаем к следующему этапу самому сложному вылезти на берег вот на эту вот нашу косу главное чтобы тут не напороться на какие-то подводные вот эти их не видно с воды коряжник коряги такие острые главное вот это вот проскочить и все вот что-то там шуршит ну ладно бог с ним вот они острый аккуратненько сейчас зайдем вот так вот там я эту корягу убрал а и вот я вижу здесь подводную такую коряжу тогда придется вот уже дно да вот она вот в принципе нам сюда и надо так за нее этом вроде не цепляю вот так аккуратненько сейчас мы сюда ехали теперь вылезаем пробуем вылезать вот она нам и помогает кстати немного вот я тут стою это отлично главное не нырнуть здесь вот дальше бог знает что там и она еще и засасывает рюкзак ружье да первым делом вынимаем идем надо был за конечно там оставить сразу пень здесь так ладно пока сюда дальше посмотрим куда мне тут сесть ну что ж друзья вот я уселся таки на этой маленькой косе островочки такого который мы раньше в принципе был недоступен из-за количества воды сейчас вода значительно сошла и тут появилась твердая поверхность на которой можно вполне нормально сидеть сейчас давайте я вам покажу мне вот смущает конечно да эти камыши хорошо но меня в принципе во первых меня смущает это солнце в глаза но это ладно это полбеды с этим еще как-то можно жить а вот то что низковато эти камыши расположены и сверху то она меня конечно наверное срисует вот надо вставать будет наверное может мне куда-то туда я потом дальше пройду посмотрю может быть я перемещусь действительно туда куда-нибудь поглубже вот сзади в принципе тоже камышовка и она довольно хорошо со спины прикрывает вон они наши с вами чучела краснодарские плавают при спокойно очень хорошо я вам скажу они выглядят вполне себе достойно вот как прям живые вон еще там спрятались нет нет нормально эти чучела ничего не скажешь вполне себе рабочие по крайней мере за эти деньги ребят ну это отлично пусть они там себе у нас и плавают спокойно вот время сейчас сейчас я вам скажу сколько самому интересно так время у нас уже половина пятого и значит темнеет сейчас рано конец сентября темнее час рано я думаю что он если она и будет летать ну во первых я не надеюсь вообще сегодня на какую-то добычу просто посмотреть как работает моя вот эта оснастка она работает вполне себе по идее можно вообще собираться как бы уже но ладно раз уж на охоту приплыл вечерку я отстаю вот так что что где-то это показалось кряк столь какой-то бы вот так что на вечерку останусь где-то темнеть начнет часов 6 и в 7 часов уже так будет такой ну солнце зайдет в общем будет еще что-то видно но зайдет а в 8 часов уже будет совсем темно поэтому у нас с вами не так много времени я сейчас в маночек поработал не ответа ничего ну где-то сидит в крепи она вот один я тут вообще из охотников вот тот мужик там с сыном да они единственные пытаются щуку поймать но вот она тут у меня плескалась красота погода просто она просто радует такие дни это причем вот вчера было вообще промозгло холодно сыра мелкий дождь ну он прям осенний такой межсезонье а сегодня вообще он красота ну ветер правда стоял сильно а сейчас ух ты промах какой досадный обалдеть да уж ребят вот это вот это и есть охота вот это промах вот они две и пошли чучела не увидели что-то я немножко как-то опешил прям ну вот друзья получилось так что промах но развернул я их конечно классически манком и даже в принципе они засекли эти чучела и могли бы наверное куда-нибудь дальше там присесть просто оттуда я бы их просто не достал там такой коряжник не поэтому шанс был стрелять только тут и как раз мне солнце в глаза ну уходящую стрелять ну ну так вот получилось мог бы взять конечно но извините будем ждать следующий заход пусть она там успокоится где-то всегда вот я говорил еще раз повторюсь у каждой дичи должен быть шанс сейчас вот шанс был у меня у охотника добыть я свой шанс прозевал точнее я его упустил ну значит они оказались молодцы пусть себе дальше летят это не моя утка было да ребят стаи большие но очень высоко как я предполагал так прошли там еще выше прошли я штук шесть очень высоко я даже стрелять не стал еще неизвестно куда падать если даже и взял бы но там метров сто пятьдесят это конечно высоко куда-то в ту степь вот это место традиционно всегда утиное такое было так это нет это стрижи что вот 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 и Продолжение следует... Ну, как я и ожидал. В такую погоду она будет летать высоко. Вот эти две, конечно, да. Это были мои. Они ушли. Но вот эти вот шесть, они летают высоко. Но летают. Это уже хорошо. Причем летают они, мне кажется, рановато. Шесть часов еще не так темно. Будем надеяться, что когда подстемнеет, пойдет пониже. Но тогда уже, в принципе... Я не знаю, вот, ребят, некоторые охотники, многие я часто вижу, сидят, что-то высиживают до последнего. Уже глаз выкли, ничего не видно. Они сидят. Ну, я не такой. Я вот как уже... Начинается такой сумрак. Плохо видеть. Ну, уже плохо видишь просто. Вот. Я уже сворачиваюсь, потому что как бы... Ну, какой смысл? Ну, что, друзья, сижу. Время 15 минут седьмого. Солнце заходит потихоньку. Там, конечно, красота неописуемая. Желтый такой закат получается в тех вот березках. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Ну и что, ознакомительная у нас сегодня такая вылазка у меня с этими чучелами. Ну ничего, все, можно с ними охотиться запросто. О, кстати, вон они пошли. Да, штук 12, наверное, и еще штук 6 туда куда-то пошли. Ну это ж очень высоко они, я даже не знаю, попали ли они вообще в камеру. Вот это та стая, а может нет, даже не будет, там больше 12, конечно. А там, по-моему, вот эти 6, они как-то группы, мне кажется, и они какие-то меньше. Мне кажется, это черки летают. Ну очень высоко. Я предполагал, что оно так и будет в такую погоду. Хорошо, когда вот пасмурно. Так, а это ж... Нет, ну это не утка. Хорошо, когда пасмурно и такой даже может быть мелкий дождичек, небольшой. Вот она низко тогда ходит. А эти куда-то туда вот. Они вот туда пошли, и там где-то на большой, что ли, воде, куда они сели там, я не знаю. А может по большому кругу пошли. На спине-то глаз нет. Ворона где-то. А, вон она, высоко пошла, ворона. Кстати, насчет ворон. Тут вот слышал, что охотники некоторые берут чучело-вороны, даже может парочку. И вот где они сидят, там как-то пристраивают их на камыш или на вот сушину какую-то. То есть вороны, они как... Ну, детскочит, считается так, как сигнализатор спокойствия. Сидит ворона, значит тут все спокойно. Для утки можно садиться, отдыхать. Ну, не знаю, так ли это или не так, но вот так ребята говорят. Я так не пробовал еще ни разу с этими воронами. Еще что-то летит. Разворачивается, но они высоко идут. Две. Попробовать что-ли достать ее. А, не, ну куда там, елки-палки. Не, не, ну это они. Нет, это они, ребят, тоже. Это они высоко и еще и далеко. И в коряжник упали бы, даже если бы брать. Ну, кружит, кружит. Ну, мамонок, она слышит, конечно. Они пытаются сюда нехотя так. Вот эта пара. Это та самая пара, видать, под которой я промазал. Вот. Красота, небо такое прям. Облака. Я всегда люблю вот прям. Я говорю, как художник, как будто нарисовал. Да, как я и предполагал, в такую погоду она высоко летает. Недосягаемо практически. Усложняется игру еще самой картой. Уже и закатик. Ну, ничего, скоро будем. Сейчас уже, да, без пятнадцати практически семь. Я думаю, полвосьмого я уже буду потихоньку сворачиваться. Пока еще что-то видно. Собственно, вот такая вот сегодня у нас охота получилась. Все, она осела. Вся утка осела. Ну, ничего, проверили чучела. Я проверил, да. Полюбовался закатом. Посмотрел на эту карту. Что с ней сейчас стало. В принципе, пока еще охотиться можно. Еще есть места прохода, где проплывать можно. Ничего, нормально. Так что вот так, друзья. Уж не обессудьте. Так получилось. Он лупит там. Где-то что-то он лупит. Куда лупит? Ух ты, вон, как ресталит. Да, ничего себе. Там, наверное, штук тридцать прошло. Ну, на таком кислороде, не на кислороде, но очень высоко. Куда же они стреляют? Ну, так, наверное, уже. Очень высоко. Такая стая, конечно. Это ж сколько чучало надо. Ну, что ж, друзья. Совсем стемнело практически. Я уже практически ничего не вижу. В камеру, наверное, вообще там ни черта не видно. Такие только отблески. Буду я складываться. Пока сверну эти чучела. Пока доплыву. Уже будет темно, но ничего. Фонарик есть. Я всегда беру вечерку. Вот такая вот получилась вечерка, ребят. Ну, не знаю. Конечно, вы, наверное, привыкли, когда куча уток стреляют, результативные выстрелы. Не знаю. Я такие фильмы, не знаю, выкладывать нет. Ну, вот этот выложил. Ну, вы мне скажите, может быть, такие фильмы вам не очень нравятся, когда без трофеев, промах там. Вот. Но тоже один, как бы, день из жизни охотника. Вот так вот. Не всегда результат есть, ребят. Не знаю. Скажите, я тогда не буду такие выкладывать. Но у меня, я говорю, мы с вами сегодня вот эти краснодарские чучела попробовали. В принципе, все. В октябре уже можно будет запросто охотиться с ними. Приезжать. Все, пойду я их складывать. Сейчас еще надо отсюда каким-то чудом выпнуть, так скажем. Вот. Ну, не обессудьте, друзья. Всем удачи желаю, большущей. И результативных вам охот. В том числе и на утку. Всем пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok